всем добрый вечер сегодня тема будет про капельный полив про автоматическое проветриваем вам рассказали как она у нас работает как я его сделал как на такую теплицу сколько нужно теперь про капельный полив так как мы являемся дачниками выходного дня сами строим теплицы сами оборудовываем и так далее и также доп оборудования то есть про автоматическое проветривание рассказал я расскажу вам про капельный полив котором пример раньше мы принимаем применяли капельную ленту лабиринтного типа но она оказалась неудобная в том плане что и надо раскладывать убирать каждый год и так далее бывает в нее капельницы и митерны засорялись протыкали иголками это считайте уже отверстие это уже все то есть мы от них потихоньку отказались и нашли хорошего производителя умная капля наборы смотрите состоят сейчас я вам покажу это просто коробка набор состоит из вот такого шланчика это самый простой самый недорогой капельный полив какой только может существовать если из шланчика вот таких капельниц и вот таких вот треугольничков которые одеваются вот так вот делается видите также есть ключик который нашила типа шила прокалывает шланг сейчас я вам покажу и расскажу вот такой набор на 30 растений стоит всего лишь на 650 рублей нашим подписчикам мы отдаем его по себестоимости за 500 рублей отправляем так что успевайте вот такая думанная капля называется набор для капельного полива паучок состав набора микротрубка 25 метров капельница это это большой был набор там 30 большие были первые самые вот идем дальше значит как он устроен еще с как хочу сказать одно слово что любой капельный полив если вы уезжаете нужно ставить контролер что такое контролер это устройство вот такое устройство у нас должен мы используем дожди так называемый дождь их бывает два вида они все работают на батарейках два вида по времени и по влажности мы уже пятый год используем по влажности как бы по времени не хотим потому что перелив недолив а по влажности поставили он состоит значит такой вот где открывается вилка закрывается с помощью батареи как он работает он работает вот такая вилочка смотрите час я вытащу раз слышите он открылся пошло и там есть табло настраивать по видите циферки сейчас вот видно наверно да это цифры влажности то есть маленький предел большой предел меньше больше в этом промежутку он работает то есть достиг верхнего предела то есть до нижнего как бы земля подсохла он включился достиг верхнего выключился от и час 0 получает показать важность потому что я вилку вытащил вытащил из-за почвы если я сейчас ее обратно вставлю на глубину корней то есть он выключится ведь и должны накопать вода видите копает сейчас потекет копает почек под почек и вот под каждый корень видимо глубже было потому что поглубже чтобы на уровне корней чтобы не заливать систему поэтому без контролера тем кто уезжает никак нельзя обязательно нужно ставить кадры видите какие шикарные помидоры грозди даже смотрите у нас гроздь одна сегодня можно уже собственно здесь хотя мы уже ели шикарно да мы практически не поливаем дальше идем то есть про ленту вам рассказал про контролер тоже контролер вы даже можете у нас приобрести все подскажем научим следующее хоть как у вас должна стоять емкость теплица настоят по 500 литров две штуки раз на одно отделение 2 они , вместе между собой трубопроводом эти шлангом и вместе работы то есть регулируется вместе самоток теперь по самой по саму капельного полива идем делать получше показать давайте вот здесь вот покажу здесь у нас огурчики и перчики еще дыни смотрите какие шикарные сегодня их надо подвязать чулочки взяли раз дыня 2 дыня и он 3 теперь про кальпак при неполив значит вы ставите от бочки контролер от него делаете шланг обычно пвх там любой шланг можно поставить трубку пластика вы тогда ее надо будет сверлить здесь такой шланг обычно мы можем проколоть шилом которая идет в комплекте обратите внимание я провожил магистраль вдоль грядок везде и шилом протыкаю отверстия и вставляю тройник на тройник идет два шланга вот эти вот кнуты подрастения сейчас здесь даже все влажно контролеры выключены то есть все просто и зато все что просто то и работает никаких умных не последний конец здесь просто я его закрыл завязал заглушил все вот мы вообще практически не поливаем только давливаем воду в емкости давайте еще раз пройдемся значит нужно набор шланчики капельницы потом прокладываем магистраль так называемую магистраль подсоединяем контролеру и в магистраль с помощью шила протыкаем отверстия и вставляем капельницы шланчиками какую длину вы вырезаете сами я в среднем делал 40-50 сантиметров одно например которую ближе видите длиннейший шланчик какой короче следующий длиннее один например 20 сантиметров второй там 50 и вот так вот под каждое растение такие у нас шикарная шикарный шикарные ответе солнечная сторона даже притяненная не хватает солнце ждет вот эта сторона вообще идеально здесь смотрите какие помидоры гигантские не на не нам вообще там буду будет столько наверно помидор не знать куда девать будем поэтому заказывайте с самый легкий монтаже капельный поле и второе еще самое главное почему начале начала отказались от лабиринтного типа потому что вы когда убрались урожай убрали вы просто эти капельницы просто откинули за грядку все и можно грядку перекапывать и все что угодно делать вот так вот огромное спасибо за просмотр звоните пишите пишите комментарии вопросы сколько перцев огромное количество гроздьями висят такая красота поэтому капельный полив тем кто не живет на даче дома или в разъездах обязательно нужен обязательно даже здесь я вам еще раз теперь на этой теплице покажу вот смотрите вытаскиваю его и он сейчас заработает а тут по ходу у нас все ли батарейки ответе все самое что главное да а он даже включен включен видимо он сейчас поливает он сейчас поливает потому что сухо сейчас мы его вот к нём поглубже так вот видите этот капельный полив поливает с этой стороны значит весь сухо 272 как наберет 350 он выключится поэтому всем до новых встреч с моего вот к нём например сюда уловите слышки выключился ближе капельник потому что влажно поэтому мы ставим его где-нибудь посередине пока дойдет до него влага и все все супер вот на этой ноте всем огромное спасибо за просмотр пишите комментарии ставьте лайки палец кверху и все будет с нами супер и с вами подписывайтесь на вас всем пока что я вам покажу вам спасибо за просмотр пишите лайки палец кверху и все будет с вами